Лидеры Евросоюза утвердили в принципе девятый пакет санкций против России. На встрече в Брюсселе они постарались преодолеть внутреннее разногласие и одобрили предоставление Украине помощи на 18 миллиардов евро, а также согласовали минимальный корпоративный налог, несмотря на то, что Польша угрожала заблокировать в последнюю минуту то и другое. Президент Литвы Гитаус Ноуседа сказал, конечно, Россия шантажирует нас каждый день, но если мы начнем шантажировать друг друга, это будет очень нехорошо для Евросоюза. На саммите не удалось ввести ограничения цены на российский природный газ. Польша добивалась большего ее понижения, чем другие. Руководители стран ЕС пришли к компромиссу, но договорились, что окончательное решение должно быть принято в понедельник на министерском уровне. Еще необходимо уточнить многие технические детали, например, как, когда и на какие сроки устанавливают ценовой потолок. Мы потратили внутри пять часов на обсуждение этой темы и пришли к выводу, что министрам энергетики придется заняться ею в следующие три дня, сказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Я хочу знать, сколько энергии Еврокомиссия смогла бы купить от имени всей Европы. У нас есть российский газ в наших хранилищах, и в ближайшие месяцы мы должны их заполнить. Важно знать, каким будет будущее. Главы государств и правительств ЕС также провели глубокую дискуссию о том, как ответить на принятый в Америке закон о снижении инфляции, который угрожает конкурентоспособности Европы. Они попросили Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для улучшения инвестиционного климата. Но Германия выступила против общего взаимствования для помощи промышленности. Такие благополучные страны не хотят делить с другими долг и подвергать опасности свою экономику. В Европе на данном этапе есть риск деиндустриализации, прокомментировал премьер-министр Бельгии Александр Декро. Сегодня на это у нас нет единого ответа, но мы видим, как слишком часто страны пытаются останавливать финансовые схемы самостоятельно. Некоторые из них делают это, думая, что у них самые глубокие карманы, но через несколько месяцев мы увидим пределы того, что мы можем сделать. Еще одним положительным итогом встречи в Верхах стало предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующий саммит решено провести в феврале и посвятить его миграции.